Продолжение следует... Кроссовки выполнены по бесшовной технологии практически, только в язычках есть прострочка, как видите. Они специально для бега по пересеченной местности, как я уже сказал. Соответственно, технологии в них используются для этого, специально созданы для этого. Здесь система быстрой шнуровки присутствует, как видите. Там на мыске потом будет видно, лучше он специально обрезинен, чтобы предотвратить вот эта пятка. Здесь тоже, кстати, используется специальная технология. Там сформирована такая чаша для пятки, чтобы она не пробивалась камнями. А вот этот мысок предотвращает разбитие носа кроссовка. Здесь есть карман специальной в язычке, куда убирается этот верх системы быстрой шнуровки. Ну, а в язычке есть сбоку, клапаны как положено. Здесь сбоку посмотрим, на кроссовок видно, что, значит, протектор вылезает чуть-чуть. Вот, видно, вылезает чуть из подошвы. Эта технология называется 360, по-моему. Вот дюрогрип написано, и вы видите, как сформирован носок у кроссовка. Вот верх, верх с нитями кевлара, чтобы меньше истиралось. А внутри кроссовка, значит, стоит гортекс. Значит, гортекс не позволяет, как бы, промокнуть кроссовку. Он, с другой стороны, если вы нальете воду внутрь, вам придется снять кроссовок и воду вылить, потому что мембрана работает в обе стороны. Alterane Series это называется. Вот здесь есть еще также на подошве такая технология, как Epsil Grip. Специальная вставка на подошве, там будет ее видно, которая улучшает сцепление с поверхностью. И вот боковина, вот там вот сейчас видно, вот так вот. Это называется RAW Pro, чтобы было легче лазить по канату, хотя мне, в общем-то, трудно представить это. Вот подошва. Подошве тоже, кстати, использована интересная технология. 12.9-70% Dynamic Beomechanics. А вот 70% от длины стопы, от пятки, это оптимальное место, где стопа должна сгибаться. И в этом месте подошва как раз и сгибается. Так сделала технология. По технологии. Вот, вот видно это RAW Pro, это место. И здесь достаточно агрессивная подошва, хотя говорят, по отзывам, она на нормальной поверхности скользит, но вот на мягкой какой-то поверхности сцепление вроде как прекрасное. Потом запишу ролик, ну, может быть, через год, если доживу, где будет уже мои личные отзывы. Ну, пока просто для тех, кто хочет посмотреть эти кроссовки. Как они выглядят новые. Поскольку новыми они скоро не будут. Ну, спасибо, подписывайтесь, ставьте лайки. Подписывайтесь, ставьте лайки.